Библейский портал экзегет.ру представляет 61-й псалом для библейского портала «Экзегет» Читаю перевод российского библейского общества Вот эти 60-е псалмы медитативны, предшествующие особенно такой ровный, краткий, гладкий 61-й немножко посложнее Его подзаголовок «Начальник у хора, напев еду туна, псалом Давида» Вот даже мы не знаем, как это связано Сегодня мы сказали слова Давида, музыка еду туна Такой был певец в его времена Но мы точно не уверены, что это указание именно на авторство Может быть, это относится к Давидовой традиции Кстати, было бы логично, чтобы 60-й, краткий и простой, получил свое развитие в 61-м Может быть, это последующие поколения тех, кто сочинял подобного рода духовное произведение Восполнили, продолжили и так далее Но в любом случае тематика очень похожа Только в Боге душа моя находит покой От него мне спасение придет Он один, мой утес и спаситель мой Он мой оплот Никогда я не дрогну Долго ли вы будете делать зло? Вы замышляете человека убить? Вы как наклонившаяся стена, как ограда, готовая рухнуть Замышляете наземь повергнуть его? Ложь от рада для вас Благословение у них на устах, но проклятие в сердце Музыка Лишь в Боге душа моя ищи покой На него надежда моя Он один, мой утес и спаситель мой Он мой оплот, я не дрогну В Боге мое спасение и слава Бог прибежище мой, могучий утес Всегда на него надейся, народ Все, что на сердце у вас, изливайте пред ним Бог прибежище нам Музыка Человек, что дуновение Люди сплошной обман Если взвесить их, все они легче ветерка Не надейтесь на силу и на грабеж Не прельщайтесь пустым Когда богатство приходит к вам Ему сердца не отдавайте Бог сказал, я слышал это не раз Сила исходит от Бога Господь, ты добр Ты дашь каждому, что он заслужил Ну вот та же самая тема, что в предыдущем Господь моя отрада, спасение, оплот Много раз это сказано Но есть некоторые такие оттенки Некоторые вторичные темы Некие злодеи замышляют человека убить Как ограды, готовые рухнуть Они вот сами, тем не менее, упадут Это раз И человек, что дуновение Люди сплошной обман Они легче ветерка Это два И вот эти две дополнительные темы Они, собственно, обрамляют собой Вот эту центральную часть Где еще и еще раз Самыми разными словами, разными образами Лишь в Боге ищи покой На него надежда моя Он один мой утес Он мой оплот Я не дрогну И так далее, и так далее Вот многократно это повторено и пересказано Ну, более или менее понятно Как это устроено То есть фактически мы имеем Вот такую центральную смысловую часть И она обрамлена контрастными высказываниями Вот есть злодеи На них не надо походить Вот есть люди, которые просто ненадежны Вот на них не надо опираться Даже если они не злодеи Господь, ты добр, ты дашь каждому Что он заслужил Такой неожиданный вывод В общем-то, хотелось бы верить Что не то, что заслужил А немножко получше Ну, хотя бы так, да По крайней мере Какая-то справедливость будет восстановлена Но вот эти 60-е псалмы Они идут подрастающие Да, вот 60-е Он был такой совсем краткий, простой 61-й немножко посложнее Вот здесь противопоставление Людей и Бога А следующие Они будут усложнять Развивать эту тему Вот как такое музыкальное произведение Тема задана, да И потом с различными вариациями Все усложняясь И перетекая в некоторые другие темы Она у нас продолжается Вот поэтому следующий 62-й Он будет подходить к ней Чуть-чуть с иной стороны Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok